Всем привет! Сегодня у нас видео дополнение к ролику по сборке 250 квадра. И в этом видео мы будем прошивать регуляторы HobbyWing X-Rotor 20A. В основном видео я не коснулся темы прошивки регуляторов, а сразу перешел к настройке через полетный контроллер, так как не хотел, чтобы видео затянулось по времени. В этом видео мы более подробно посмотрим, как прошить регулятор, что для этого надо. А для прошивки нам потребуется Arduino Nano или любая другая Arduino. Ссылка на Arduino я дам ниже. Сделать вот такой двухконтактный проводок. С одной стороны фишка обычная от серво, обрезанная до двух контактов. С другой стороны вот таких два контактика, расстояние между которыми где-то составляет миллиметр-полтора. Далее мы разрезаем термоусадку на самом регуляторе и зачищаем два вот этих крайних контакта. Здесь четыре контакта. Два крайних контакта надо зачистить от лака, чтобы был контакт при прошивке. И сейчас многие скажут, что божечки, надо же три контакта для прошивки. Да нет, когда вы используете вот такое, допустим, трехконтактное приспособление, трехконтактное, малейшее движение при прошивке и все, контакт исчезает между компьютером и самим регулятором. Приходится все это заново делать. Да, время небольшое при прошивке самого регулятора, там где-то около 30-40 секунд. Но лично у меня постоянно где-то дернется рука и контакт исчезал, поэтому проще сделать двухконтактный, а минус взять, подключить просто сигнального провода управления самого регулятора, подключить его к ардуинке. Все, и после этого нам потребуется подключить только два сигнальных провода для прошивки самого контроллера CELAPSE. Подключаем нашу ардуинку к USB. Ссылку на необходимые драйвера я оставлю под видео. Теперь подключаем наш регулятор к ардуинке. Подключаем сначала минус сигнального провода на контакт GROUND. Еще раз повторюсь, только одним контактом, белым проводом наружу. Все, и подключаем наш самодельный провод, допустим, белым контактом после земли, красный с края. То есть это получается у нас D2, D3. Теперь скачиваем прошивку BLHeli с официального сайта. Распаковываем и запускаем программу для прошивки. Выбираем интерфейс CELAPSE, B вариант. Дальше переходим в Make Interface и загружаем для нашей ардуинке настройки. Нажимаем ОК. Выбираем нано третий вариант. YES. Перед этим не забыв выбрать правильный COM-порт. У меня в данном случае COM-7. Все, настройки залились. Теперь переходим в CELAPSE CASE TUBE. Подключаем наш регулятор к аккумулятору, не перепутав полярность. Теперь прикасаемся к нашим самодельным контактам регулятора. Если мы здесь на самой ардуинке поставили белый контакт после минуса земли, то на регуляторе мы к белым контактам прислоняемся к наружному контакту с правой стороны. Нажимаем Connect. Нажимаем Flash BLHL. Выбираем наши регуляторы списка, он предпоследний. Выбираем прошивку X-Rotor 20 Multi. Нажимаем YES. Все, прошивочка пошла. Есть наш регулятор прошился на 14,2. Все, после прошивки наших регуляторов можно их устанавливать на раму, подключать к полетному контроллеру и все последующие настройки производить непосредственно через полетный контроллер, а также можно в дальнейшем вновлять прошивочку. Настраивать их можно через полетный контроллер NAS-D32 или Коптер Control или любой другой полетный контроллер, который прошит через ScreenFly. Подключаем питание к квадрокоптеру. Подключаем к USB. В программке BLHL выбираем компорт с нашим контроллером, выбираем интерфейс C-Labs BLHL CleanFly и нажимаем Connect кнопочку. Все, теперь Check. Вот, программа увидела все наши четыре регулятора. Допустим, выберем наш первый регулятор, проверим вращение направления. Теперь поставим пропеллер, буквально оденем наоборот и можно проверить вращение каждого из моторов. Как видим, мотор сейчас вращается неправильно. Переходим в лапазки, нажимаем опять Connect. Выбираем Reverse, записываем. Переходим в мотор опять. Все, теперь мотор вращается правильно. Все, также можно выбирать другие регуляторы и по отдельности их настраивать. В дальнейшем можно будет также их прошивать на более свежие прошивочки, выбрав опять их из списка и выбрав нужную прошивку. Про настройки будет уже в отдельном видео по настройке этого квадрокоптера. Это видео чисто ознакомительное, как прошить регуляторы X-Rotor. На сегодня все. Вот такое небольшое видео дополнение сегодня. Пока, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok